МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Александр Григорьевич. Здравствуйте, Катя. Прежде чем начнем нашу беседу, давайте посмотрим сюжеты меланомы. Меланома – одна из самых злокачественных опухолей кожи. Характеризуется чрезвычайно быстрым прогрессированием и метастазами. Она развивается из клеток меланоцитов, присутствующих у всех людей. Но при трансформации они могут переродиться в злокачественное образование. Начальные стадии заболевания лечатся с помощью хирургического удаления невуса. При распространении опухоли на лифатические узлы применяется лучевая, химия и современная таргетная терапия. В основном в зону риска попадают дети и взрослые с врожденными или приобретенными новообразованиями на коже. Если их больше 50 или диаметр хотя бы одного, более 7 мм, необходимо обратиться к врачу. Злокачественная меланома также встречается у людей с бледной кожей, голубыми глазами, рыжими или светлыми волосами. Нежелательно находиться на солнце при избыточном ультрафиолетовом излучении и необходимо защищать кожу кремами. Не доводить себя до коричневого цвета, шоколадного. Может быть, это и кажется красивым, пока мы молодые, но потом, к сожалению, сказывается. Ходить зонтиком, одевать шляпку обязательно. И нежелательно ходить, конечно, в самый пик солнца. Я использую специальные солнцезащитные кремы, потому что солнце очень активно. И сейчас, конечно, и головной убор носить надо обязательно. При увеличении пигментного образования на коже, изменении его цвета, формы, при появлении зуды или покраснения, необходимо незамедлительно обратиться к врачу-дерматовенерологу или онкологу. Своевременная диагностика меланомы позволит не только сохранить здоровье, но и спасти жизнь. Вот такой сюжет. Александр Григорьевич, а как часто в нашем городе встречается вот такой рак кожи? К сожалению, этот рак кожи встречается очень часто. И вот недавно прошедшая акция «Семельдонень меланомы», в которой мы принимали во все участие, выявила несколько случаев. Ну, практически мы уверены, что это была меланома. Плюс, безусловно, кроме меланомы существуют еще другие опухоли кожи, как доброкачественные, как и злокачественные. Безусловно, мы обращаем внимание сначала на злокачественные опухоли, которых было выявлено еще больше. Это тоже относится к проблемам жизни на юге. Так вот, если сравнивать показатели по Российской Федерации, то мы в два раза заболеваемость меланомы, в частности, превышает заболеваемость Российской Федерации. Это прилично, это серьезно. И, безусловно, нам нужно быть в этом плане очень информированными, собственно, вооруженными для того, чтобы знать, что нужно делать, если что-то происходит, в частности, с родинкой что-то не так. Вот, кстати, хотелось бы задать вопрос на тему, когда родинка на теле, и вдруг она превращается в меланому. Как это происходит? Какой процесс идет в организме в этот момент? Совершенно хороший вопрос. Почему? Потому что она же не превратилась, вчера была хорошая, завтра старая, плохая. И вот этот период, он бывает различным по времени. Но здесь вот большое, большое очень значение отводится самому пациенту, самому человеку. Мы вот пытаемся это и донести, что, ребят, обращайте на себя внимание. На сегодняшний день мы для вас готовы сделать все. И ранняя диагностика дисплазии, то есть перерождение родинки, она у нас в городе есть. С внедрением методов дерматоскопии, ну, не только у нас, во всем мире, я хочу сказать, а также цифровой дерматоскопии, мы, ну, поучаствовали в революции здравоохранения, в медицине. Потому что на ранней стадии можно все увидеть, на очень ранней стадии. А вот диспластический неус и меланома, это, как говорится, разные вещи. Диспластический неус удаляется без проблем практически. А вот меланома, это уже серьезно, этим занимаются онкологи, это все всегда серьезно. Серьезная операция. Не только операция, серьезный прогноз. А кто входит в группу риска? Я так понимаю, что это блондины, там, блондинки, да, со светлой кожей, со светлыми глазами, или же все-таки и темнокожие тоже могут попасть в эту категорию? Не хочу вот как-то пугать людей, но вот все сидящие в настоящий момент в этой студии входят в группу риска. То есть мы с вами точно так же входим в группу риска. Ну, в этом общем. То есть я хочу сказать, все белые люди, живущие постоянно на юге, они входят в группу риска. А также это относится к людям, которые могут и не жить здесь, но часто приезжающие на отдых не только к нам, в любые южные страны, за границей сейчас очень модно ездить, я не буду называть страны, и они тоже входят в группу риска. Так вот, что же происходит? Что такое, вот мы слышим, солнце, солнце, инсуляция, да, что такое? Ну, банально это просто, чтобы понятно было всем, это передозировка, передозировка солнца. Слишком много ультрафилета на этот вот участок с меланином, слишком много. И в результате меланоциты начинают, им некомфортно или что-то с ними происходит, какой-то сбой, и все. И родинка начинает перерождаться постепенно и превращается в то, что не должно было бы случиться. А как же понять, какова эта передозировка? А вот для этого, вот мы уже много лет участвуем в этих передачах, я и пациентам рассказываю, для этого с рождения, ну, кому получается это вновь рожденные дети или внуки этих людей, которые сейчас ко мне ходят, вот с них нужно начинать, потому что тогда, когда этого не было, когда считалось, что солнце, вот без него совершенно нет жизни, солнце, воздух, вода, друзья наши и так далее. Да, друзья, безусловно, но дозирован, то есть все есть яд и все есть лекарство, и только доза делает яд лекарством. Согласитесь, прекрасное выражение, и солнце в той дозировке, в которой оптимально для человека, безусловно полезно. Но если, вот я же говорю, наблюдая и вижу 4-5-летнего ребенка голым на пляже, в активное солнце, это преступление, я так считаю. Потому что, ну, это 100% у ребенка будут какие-то опухоли кожи, у этого человека через лет 30-35. То же, что мы имеем и сейчас, потому что, ну, у нас работы, когда мы начали информировать людей, только стало прибавляться. Почему? Потому что в то время не было ни дерматоскопии, не было вообще этой направленности в диагностике, понимаете? Как-то считалось, что это все хорошо и прекрасно. А когда, вот видите, как прошло некоторое время, и уже понимаем, что вот что-то не то мы делаем, как-то не так мы живем, человечество задумывается. Вот я как-то говорил на одной из передач, что на пляжах стоят, ну, в Европе автоматы с продажей фотозащитных кремов. То есть подходишь, монетку, стаканчик, взял фотозащитный крем и пошел на пляж. А поможет этот крем? К сожалению, на 100% нет, ну, на 50% вы защититесь. Ну, ведь никто не запрещает какую-то одежду, какие-то ткани сделать, никто не запрещает не ходить в это время на пляж, ведь можно делать это вечером и так далее. Солнце вообще, видите, что такое тепловые удары, разбалансировка всего организма, это тоже передозировка, только уже не только солнце, но и теплом, понимаете? Все хорошо в меру, все хорошо в меру. И если вы это знаете, и если вы это понимаете, то, безусловно, вы, ну, если убрать все зрения с цепочки, заканчивается, знаете, чем? Проживете дольше. Скажите, если все-таки обнаружил на своем теле что-то такое некрасивое, неприятное, глазу не нравится, что за обследование нужно пройти? Ну, во-первых, необходимо осмотреть себя, ну, у зеркала, это несложно. Сосчитать количество родинок, если их много, если их много, ну, у нас есть пациенты 50, 100, 150, 200 невусов, то есть родинок, так вот эти люди у нас наблюдаются, то есть у нас есть критерии, то есть такие, чем больше родинок, тем чаще мы должны встречаться. У нас есть такая программа, называется карта родинок, то есть мы фиксируем родинки, и через некоторое время, которое мы назначаем пациенту, мы можем сравнить, врач может сравнить и программа, что, если что-то не так, программа тут же указывает так, вот эту родинку, пожалуйста, обрати внимание. Кроме того, вместе, есть такая, у дерматоскопии другое ответвление, непосредственно анализ родинки программой, не всей, а одной, и мы можем увидеть риск перерождения. Программа не дает диагноз, хорошая родинка, плохая, она указывает риски, а врач уже оценивает и предлагает пациенту то или иное решение, либо удаление, либо наблюдение дальнейшее. Особенно этот вопрос касается детей. Очень много сейчас детей, и это очень хорошо, родители стали приводить. Зачастую приходится решать вопрос по удалению, хотя детям это не рекомендуется. Но тем не менее, неосы в таком состоянии, что мы динамически наблюдаем. То есть они просто мешают, наверное, на теле, да, человек? Не только, не только. Есть ряд признаков, которые, ну, врачи настораживают. Расскажите, действительно, ряд признаков, какой должен быть? Ну, обязательно любой человек должен обращать внимание на цвет. Если цвет меняется в любую сторону, цвет родинки должен быть коричневым. Если цветло-темно-коричневым, если он становится другим, я не буду говорить, голубым, красным, черным, синим, неважно. Для пациента совершенно неважно. Он должен прийти ко мне, к онкологу, к моим коллегам, неважно. Он должен прийти к врачу для того, чтобы он проконсультировал, сказать, вот у меня что-то с родинком не так. Это раз. Второе, ну, нужно же не забывать, что это может быть вообще не родинка. Опухоль может расти индивидуально и симулировать. Даже так. Это бывает очень часто. Мы смотрим, вроде как родинка, цифровая дерматоскопия указывает, что нет, есть риск развития рака кожи. И там получаем плоскоклеточный рак, базальноклеточный рак. То есть, их тоже много, и намного, кстати, больше, чем меланома. Но они в прогностическом плане не так опасны, поэтому мы не столь на это обращаем внимание. Эти люди все равно к нам придут, потому что они тоже будут видеть изменения какие-то в образовании. Так вот, цвет. Дальше. Форма. Родинка должна быть правильной формой, круглой. Если эта форма какая-то другая, любая другая, рифленая, там, рост, периферический рост, то есть, начинает куда-то расти влево, вправо, вверх, вверх. Все. Это нужно обязательно приходить. То есть, это не значит, что она уже стала плохой. Нет. Для этого есть мы. Мы осмотрим и скажем, вернее, предложим какое-то решение, которое будет для пациента выгодным и нужным, скажем так. Поэтому сказать так, чтобы вот единый рецепт для того же, так вот случилось, она стала, ну скажем, я извиняюсь, пошучу так, квадратной, да, то надо уже сразу удалять. Нет, безусловно. Для этого нужны навыки определенные. Для этого мы и учимся, для этого мы и есть. Для этого мы осмотрим уже специфически. Пациент должен увидеть цвет, форма, если он начался чесаться, если она, вообще, если она просто себя ведет не так, как раньше, это путь к нам в обязательном порядке. Скажите, вот обнаружили меланому, удалили, и каков путь реабилитации? А реабилитации точно такой же путь. То есть наблюдение. То есть пациенту это все удалили, пациент наблюдается, онкологов у нас наблюдается, там осматриваются лимфоузлы, там осматриваются. В общем, ряд есть наших уже таких моментов, которые мы сами уже ведем пациентов. К сожалению, вот перспективы в плане химической терапии очень, ну, отсутствуют практически. Она может вернуться обратно, если ее удалили? Она может не обратно вернуться, а может метастазировать. Она как вспышка, и в любую клетка, в любую попадет, в любой орган. Меланом может бывать не только кожей, она может быть глаз, меланом может быть внутренних органов. В любом месте она может быть, есть клетки эти. А по наследству она может передаваться? Да, генетический фактор очень имеет большое значение. Если у людей имеется какая-то наследственность в плане меланомы, если кто-то умер от меланомы, то, конечно, им в обязательном порядке, даже не надо смотреть на родинки, в обязательном порядке нужно приходить хотя бы раз в полгода к дерматологу на дерматоскопию для оценки своей здоровья. Александр Бегорьевич, к сожалению, наше время подходит к концу. Что бы вы хотели пожелать телезрителям? Я бы хотел пожелать мудрости. Я бы хотел пожелать всем мудрости и понимать, что мы здесь люди с солнцем не очень на одной ноге, не очень дружны. И если у вас уже так получилось, что у нас всего есть люди разных возрастов и получали, как правило, солнца все и много. Не надо стесняться, надо просто идти, если хотите, к нам, к нам, любому другому врачу. Это не имеет значения, кто-то, кто владеет дерматоскопией, он обязательно посмотрит ваши элементы и предложит, ну, можем удалить, и сделать их хорошо, и красиво, если не будет противопоказаний, безусловно. Я всем желаю здоровья, удачи и мудрости. Спасибо вам большое. Спасибо вам. О самой опасной разновидности рака кожи и меланомии мы беседовали с главным нештатным дерматовенерологом и косметологом Александром Шевелой. В студии была Екатерина Вяткина. Будьте здоровы. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok